На заседании регионального полицовета партии «Единая Россия» были подведены итоги президентских выборов в Ульяновской области. На них с большим отрывом, так же как и по всей стране, одержал победу действующий глава государства Владимир Путин. Поддерживаем нашего президента, поддерживаем в том, что России нужны последовательные глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут проносить устойчивые и позитивные результаты сегодня и в перспективе. И поэтому «Единая Россия» – главный политический ресурс президента, как заявил сектор Генерального совета партии Андрей Тручак. Однако электоральный цикл еще не завершился. В сентябре область ждут муниципальный выбор в 134 поселениях. Придут ульяновцы к избирательным урнам, чтобы отдать свой голос депутат в законодательном собрании. К однопартийцам в преддверии большого события обратился глава области Сергей Морозов. Выборы будущего России. Второй этап выборов будущего России. Если хотите, это своеобразная очередная поддержка нашего президента. Поддерживает население в Ульяновской области президента через нас с вами. На заседании политсовета дан старт предварительным выбором кандидата в депутат от «Единой России». Эта процедура уже знакома ульяновцам. Перед выборами депутатов Государственной Думы позапрошлым году единороссы также обращались ко всем жителям региона с просьбой помочь определиться, кто достоин бороться за мандат. В этот раз предварительное голосование будет идти по двум направлениям – на региональном и муниципальном уровне. Все избиратели Ульяновской области смогут отдать свои голоса в поддержку той или иной кандидатуры для выдвижения от партии «Единая Россия». Будет открыто достаточно большое количество избирательных участков. Понятно, это не будет 100%, поскольку это и организационно, и финансово затратно. Но почти 30% избирательных участков мы планируем открыть. Сама же процедура предварительного голосования состоится 3 июня. Выборы в законодательные собрания и в органы местного самоуправления пройдут 9 сентября. Егор Тстов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.